Дорогие друзья, всем большой привет! С вами снова канал Рукой Подать. Мы продолжаем наши выпуски из Таиланда, а именно в текущий момент из древней столицы Сиама, города Ютайя. Посмотрите прошлые выпуски, если вам интересно, как добраться сюда на поезде, а также подпишитесь на нас, если вам нравится наш канал. Итак, мы в Ютайе уже второй день, и это отличает нас от присутствующих здесь туристов. Очень часто на древний город бегло отводится полдня. Мы в свое время тоже так делали, но пришли к выводу, что это очень мало для города с такой богатейшей историей. Конечно, если вы бывали в Камбодже, то вау-эффекта от храмов Ютайи ждать не стоит. Здесь другой масштаб, но и энергетика другая. По сути, здесь древние храмы вплетены в повседневную жизнь города. С учетом того, что мы осматриваем город в удобном нам темпе, мы не только посещаем храмы, но и заходим туда, куда не попали бы в рамках кратких прогулок. Вот, например, сейчас идем по прекрасным местам, влюбуемся протоками реки, огромными плантациями лотосов и испугиваем, как вы видели, крупных цапель. Пока идем до очередного храма, расскажу вам об Ютайе. Славное и богатое событиями истории блистательной Ютайи началось в 1350 году, когда сиамский князь Рама Тибоди решил построить здесь свою резиденцию. Сказано, сделано, а имя новому селению князь выбрал в честь индийского местечка Айо-Дайи, где родился бог Рама. Князь оказался амбициозен и талантлив. Вскоре его небольшое княжество изрядно увеличилось в размерах, без особого труда поглотив первое тайское государство Сукатай. Потомки Рама Тибоди всецело поддержали почин князя, поочередно победив и кмеров, и бирманцев, что превратило Айо-Дайо в столицу самого могущественного государства во всем Индокитае. История великого города длилась около 400 лет, и за это время каждый из 33 монархов вносил в его облик что-то новое и уникальное, доведя в период расцвета Айо-Дайи количество ее храмов до полутора тысяч, а священных статуй Будды до пяти тысяч. В середине 18 века, по христианскому листу исчислений, в Айо-Дайе проживало постоянно более миллиона человек, больше, чем в любом европейском городе того времени. Я хочу сказать, ребят, что без вот этой массовки, без тук-тука, без каких-то вот этих запланированных перемещений город заходит абсолютно по-другому. Вообще, ну, перемещаться своим ходом, без какого-либо там плана подвязанного под места обязательного посещения, это гораздо приятнее. Скажи ведь. Да, а что сказать? Я говорю, что гораздо приятнее идти без толпы, без тук-тука, да, которые здесь сейчас в этом сезоне очень навязчивы, у них работы нет, в связи с отсутствием китайцев. Очень мало туристов, да, и когда ты идешь сам, ты, ну, ты видишь гораздо больше, и все видишь по-другому. Мы вот до этого вот никогда бы не дошли до целой плантоции лотосов, Леш. Мы просто бы не увидели с тобой вообще. А еще... А смотри, вот этот какой мост? Он напоминает нашу дорогу к Волге. Вдоль кокосов, короче. У нас нет там лотоса. Лотоса там нет, зато там есть губы. Вот смотри, еще цепель, какой хороший. Мы с вами подошли к следующему храму. Сейчас мы ищем в него вход. Вот мы уже подошли к стене. Соответственно, карты ведут по самому короткому пути, чтобы мы в стену уперлись. С одной стороны вот этот вот храм, с другой стороны лотоса. А я не знаю, либо с той стороны вход, либо с этой. Думаешь, стой? Ну, пойдем туда. Смотрите, там сзади осталось поле с белыми лотосами, а здесь розовые лотосы. И тоже их очень много. Смотрите, там сзади. Можно покататься на слоне. Ну, накатались уже, да. Вот, а мы с вами нашли вход в храм. Вот он. Вот храм. Тоже какой-то известный храм. Что здесь пишут? Пусть тобой, между прочим, смотри, гуленька прилетела. Тайский гол. Мы с тобой так в центре находимся. Храм Ват-Парарам по традициям древности начали возводить в 1369 году на месте, где покремировали царя Ратимабоди. Это участок рядом с королевским дворцом. Король Рамесуан, который хотел построить этот храм, правил всего один год. Естественно, ему не удалось завершить строительный процесс. Достоверно неизвестно, благодаря кому он все же был завершен. Возможно, это был король Барамарача I, или все-таки Рамесуан, вторично занявший этот трон. Увы, храму не уделяли должного внимания, поэтому следующий правитель был вынужден его устанавливать. В это время его облик изменился настолько, что трудно было сказать, храм отремонтировали или построили заново. В современности наводнение 2011 года спрятало многочисленные архитектурные памятники под воду на целый месяц. Но это тоже не повлияло на желание их восстановить. В Ват-Фарарам, как и во многих других храмах, есть свой пранк. Стоит он на ступенчатой террасе в окружении Чеди. Следует отметить, что пранк был возведен спустя столетия со дня открытия храма. Его украшают декоративные детали и многочисленная буддийская символика. Следующая локация у нас с вами внутри парка. Сейчас в порт пойдем и там посмотрим еще один из храмов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дерево как интересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Храм Монконба Пит. Вот этот, да? Красивый. Мы к нему вторым пойдем, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, это монастырь. Красивый очень. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока мы идем вот в тот храм, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все храмы разные, да. Есть что-то схожее, но вот этот сильно отличается от тех, что мы видели до этого. Ступы и вообще другие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это какой храм-то, скажи мне? А? Вам какой? Ватпра си сапфет. Вам ватпра? Вот. Ватпра си сапфет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаменитые тричей Диватку Хараси Санкьет довольно узнаваемы. Например, их можно увидеть в фильме Мортал Комбат. Храм был основан в 1448 году и разрушен во время захвата города бирманцами в 1767 году. Прежде всего, ватпра си сапфет известен своими королевскими ступами, которые стали одним из узнаваемых символов города и часто встречаются на изображениях Аютаи и даже используются в качестве символа Таиланда. Некогда разрушенные ступы были восстановлены и неплохо отреставрированы. Сейчас их изображение нанесено на монету в один тайский бат. Это что-нибудь да значит. Это самый большой из храмов Аютаи. Размещенный на территории бывшего королевского дворца, он использовался только для королевских религиозных церемоний. Ватпра си сапфет был знаменит также огромной статуей буты высотой около 16 метров. По легенде, до нашествия бирманцев эта статуя была покрыта 340 килограммами чистого золота. Естественно, завоеватели ее сломали, а золото переплавили. Через вход в храм можно также попасть в королевский дворец, но на его месте осталось всего несколько отдельно стоящих разрушенных зданий. Так, а сейчас мы с вами вот в этот большой белый красивый храм пойдем. В монастырь в этот, да. Везде можно вот вымыть руки везде. Настолько все предусмотрено, очень молодцы вообще. Просто вот среди улицы, около храма, помойте руки. помойте руки, помойте руки. Здесь вот продают подношения. Халутся, палочки и денежки. Золотая чеканда. Нужно написать, повесить сердечко и оставить пожертвование. Дай мне маленькую денежку, я повешу сердечко. Дай мне маленькую денежку, я повешу сердечко. Сколько дашь? Ну, 20 сюда. Давай дадим тоже 20. Надо написать наши имена? Нет, зачем надо? Пожелание написать. Это русское написано? Да. Поймёт. Поймёт. Видишь, просто люди пишут фельчета. Ну, то есть ты пишешь своё желание. Я так понимаю, это то, из чего восстановлен храм. Наверное, да. Большое Будда. Вокруг него были вот эти стены. В 2011 году установили. Ну, ей так strategically пришло к решению. Люблю в фолькарде. Еще больше времени. Став pom기자 по л sincere ничьям. Большоеrence от дzeitно отличая Baker. Эта заза пропускаю. sphere, фолькарды, фолькарды. Смотрите, вон там горшочки по дням недели. Интересно, что это означает. Я думаю, что здесь вот так же, как и в фараме с лежачим бундой. Можно взять монеточки и кинуть. Давайте возьмем чашечку. Вот сколько горшочков. Должно во все хватить монеточки. Смотрите, осталось совсем немного горшочков и монеток. Осталось чуть-чуть. Интересно. Нет, не хватит. Совсем немножечко не хватит. Видите, не хватило примерно на десяток горшочков где-то не хватило. Совсем чуть-чуть. Но очень близко. Продолжение следует... сейчас нам предстоит длинный переход 3 километра мы пойдем вдоль реки и потом должны перейти через реку к следующему храму очень жарко сейчас 36 или 38 градусов очень жарко действительно очень надо очень пить много воды я конечно юпин я по-моему уже перепела у меня уже руки вон отекли я сейчас заметила прям вот очок я думаю что это от жары то конечно не очень удобно мне текла левая рука вправо я держу камеру и она все время приподнята из-за этого левая внизу вот первый раз такая херня на самом деле но мы и первый раз настолько вот долго будем пожаре а